здравствуйте меня зовут федор васильев и это четвертый урок видеокурса лендинг для начинающих мы с вами начинаем делать вот этот сайт о котором я говорил уже в прошлом уроке последняя такая тенденция лендингов эти лендинги делаются резиновыми то есть их не блоки имеют например картинку либо цвет неважно они растягиваются на всю ширину экрана как в принципе вот этот мой пример ленте бывает также и с рамкой то есть имеет четкие границы то есть это немножко другой дизайн лендинга об этом мы тоже позже поговорим но раз уж такие лендинги популярны такое мы с вами и будем делать чтобы сделать блок резиновый а мы с вами его вы помните прошлом уроке вот растянули во весь холст обратите внимание что края у нашего прямоугольника вот сейчас я вам демонстрирую а должны подсвечиваться красным когда я навожу его до края если вот он красный значит эта страна встала хорошо и с этой стороны то же самое должно быть если где-то вывод не довели немножко например с этой стороны или с другой слева или справа вот эту границу до красной линии то блок не будет растягиваться у вас во всю ширину вот и давайте сразу наглядно зададим ему цвет здесь у нас цвет идет из палитры темный синий как задать цвет смотрите смотрим верхнюю часть программы adobe news и находим слово заливка рядом по стрелочке мы можем кликнуть выборов из палитры цвет но мы кликаем по слову заливка мы можем залить прямоугольник картинкой нажав на кнопку добавить вот изображение добавить принципе здесь все просто программа на русском языке у вас тут не должно возникнуть сложности тем более под моим чутким руководством а клика значит вот по квадратику цвет если вот он перечеркнут красным цветом значит цвет не задан и прямоугольник прозрачный мы можем в эту убить убедиться если мы нажмем смотрите файл предварительный просмотр страницы в браузере давайте это сделаем открывается браузер тот который у вас в компьютере назначен по умолчанию вы видите у нас белый браузер да ничего нет видно только нашу картинку вот эту вот нашу палитру ну и давайте зададим цвет заливка кликаем по этому квадратику и в 10 есть пипетка кликаем по пипетке и выбираем цвет с палитры и кликаем по вот этому крайнему изображению вашей палитры но опять же смотрите палитра у вас она должна быть своя потому что вы сейчас а делаете свой лендинг свой первый сайт опять же вы его делаете для тренировки то есть надеюсь это у вас сразу идет нерабочий сайт какой-то который вы хотите там до конца довести запустить в интернет сейчас вы просто повторяйте за мной естественно вы не будете делать вот такой же прям точно сайт вы будете делать его просто какой-то аналогичный похожий со своими картинками со своим текстом но вы сразу же учитесь а то есть самой программе то есть как пользоваться до программы что в дальнейшем вы смогли делать уже независимые лендинг пейдж со своим дизайном и так далее вот сейчас вы просто обучаетесь именно функционал как правильно как нужно это делать и сразу можете нажать файл предпросмотр в браузере и вы видите да наш блок выглядит во всю ширину браузера вот все мы с вами положили первый камешек фундамент создания лендинг пейдж также обратите внимание что у нас вот эта заливка белый до цвет браузера ее тоже можно залить цветом и так как залить браузер цветом кликайте в пустом месте браузера где-нибудь тут с краю и у вас тут панель должна измениться и в конце должно быть так написано заливка в браузере то есть все понятно видно белый цвет также здесь есть своя палитра мы выбираем пипетку и и кликаем по нашему цвету у нас все залилось так прямоугольник я пока цвет отключу он у нас сейчас прозрачный предварительный просмотр смотрите видите мы браузер весь залили таким цветом то есть смотрите из палитры вы должны определиться либо самый светлый цвет либо самый темный цвет будет общим для всего сайта мы будем потом накладывать блоки различного оттенка и возможно вот эта заливка она нигде не будет проглядывать конечно же мы можем использовать часть браузера как блок то есть смотрите первый блок прямоугольник мы заливаем цветом или картинкой накладываем текст кнопки следующий блок например мы прямо здесь размещаем какой-то контент так как первый прямоугольник зали другим цветом у нас будет разница здесь примере у меня идет заливка картинкой следующий блок другого цвета то есть ведь этот зеленый это у нас прямоугольник тоже есть тоже прямоугольник залит картинкой а вот смотрите подвал подвал то не сайта да где идут копирает вот эти вот вот это как раз здесь нет прямоугольника здесь я оставил заливку браузера то есть я из палитры определил для себя наилучший вариант это вот этот крайний цвет и все остальные цвета я использовал на сайте единственно что здесь немножко не подошел из палитры вот этот блеклый желтый цвет вот он используется здесь но он не подошел мне на кнопки здесь ничего страшного нет можно контрастность увеличить немножко в самой программе muse так как кнопки такие как купить или подписаться они должны быть выделены на вашу лендинге поэтому я немножко увеличу контрастность до более желтого такого насыщенного итак продолжаем и давайте наш прямоугольник первый зальем картинкой опять же нажмите на паузу если вы не подготовили там картинки смотрите мой совет если вы делаете свой лендинг во всю ширину то есть растягиваем прямоугольники по краям то ищите картинку в интернете в google например 1920 на 1080 пикселей и мой вам еще один совет пользуйтесь google поиском он ищет намного качественнее выдачу поиска дает намного лучше в поле google вы вписываете background и нажимаете поиск вверху google есть такое меню вы кликайте по картинке и здесь ищите подходящий какой-то под ваш лендинг то есть продумайте какая картинка вам подойдет под вашу тематику под ваш лендинг под первый блок например вам понравилась эта картинка вы кликаете и вот здесь вам нужно смотреть размер вам понадобится photoshop в любом случае и если вы не можете найти картинку меньшего размера вот если все очень большая большую такую вставлять тоже нет смысла нам надо ее уже до 1900 пикселей то есть если у меня такая стоит задача я картинку загоняю photoshop и там ее размером уменьшаю до 1920 пикселей но учтите такой нюанс у адоб news есть свой алгоритм сжатия изображений но чтобы сайт не был тяжелым и быстро загружался поэтому мой вам совет когда картинку сохраняете photoshop не используйте настройку меню сохранить для веб сохранить для веб картинка ужимается и плюс потом она еще ужмется и адоб news и качество картинки будет не очень хорошее для этого нужно воспользоваться файл и сохранить изображение как и в списке выбрать расширение . gpg а потом нажать на кнопку сохранить это photoshop картинка будет большого размера то есть она будет весить несколько мегабайт но ее адоб news ужмет сам это вам мой совет вот но лучше сразу подыскать размер для этого можно крикнуть вот прямо по размеру и здесь под картинкой сразу видно размер данной картинки и вот есть 1920 на 1200 вы поняли да как искать картинки так как мы заливаем картинку выделяем наш прямоугольник заливка и добавить я использую вот такую вот картинку с городом нашем примере открыть и она у нас заливается таким вот образом вы видите да а ее тут еле видно сейчас я объясню что я сделал сзади видно город потом сверху нас лежат кнопки купить обложках диску и текст смотрите картинку настала не лучшим образом мы должны немножко подкорректировать мы не видим города видим только небо кликаем опять заливка и вот здесь есть слово положение . у нас видите закрашена в углу вы кликайте по разным вот этим местам по разным точкам чтобы определить для вас наилучшее отображение картинки более-менее определили так как вы считаете что вам больше подходит картинка ее расположение и сразу же мы смотрим как это будет выглядеть в браузере так как иногда бывает что в режиме редактирования нашего сайта он немного выглядит по-другому нежели конечно его вид в браузере то есть когда например он если бы он был залит уже на доменное имя принципе смотрится на ничего но у нас здесь в демо высота самого прямоугольника больше чтобы повторить как в демо давайте я подсмотрю в само демо и узнаю сколько прямоугольник у нас имеет то есть какие он имеет параметры и так высота прямоугольник у меня 656 пикселей мы берем мышку за крайний маркер и можем вот так вот тянуть наш прямоугольник неограниченно я не знаю видео уроки запишется или нет но когда я зажимаю мышку и тяну то рядом с курсором мыши появляется маленький прямоугольник где меняется его значение то есть вот 360 пикселей мне надо 656 так 600 656 то есть ровно такой прямоугольник сейчас получился как в моем демо давайте предпросмотр мы видим что он стал больше и если вы обратите внимание на картинку в моем демо то она как бы не такая выразительная да как в нашем с вами вот этом сайте это потому что я убавил не прозрачность прозрачность сейчас у нее сто процентов очень часто также на лендингах вы можете обратить внимание что сзади идут картинки и они еле видны поэтому мы будем действовать по тому же принципу нам не нужно же эту картинку на передний план и делайте выразительный и чтобы акцентировать внимание на ней да поэтому она у нас на заднем плане она у нас просто добавляет общий вид общий стилистику общую красоту целостность чтобы сайт не был пустым каким-то недоделанным и так далее как уменьшить прозрачность вообще у картинки у любой который мы здесь используем начну выделяем этот прямоугольник но у нас тут один и вот здесь вот у вас должно быть вот такое вот сто процентов непрозрачность я навожу не знаю всплывающие подсказки будут видны в видео не знаю значит кликаем и нужно выставлять 15 20 процентов в моем примере выставлено 20 вот так вот просто двигаем ползунок и оставляем 20 процентов делаем предварительный просмотр у нас с вами все получается дальше из примера вы должны придумать для своей темы заголовок то есть это такой важный очень момент то есть это ключевое по сути слова которая будет фигурировать в поисковиках вот поэтому здесь вы должны продумать по вашей тематике какое здесь будет предложение здесь не нужно делать гигантской какой-то не из нескольких предложений заголовок это уже не заголовок вот эти все предложения они у вас будут в описании поэтому вы должны здесь понимать это я беру отсюда прямо заголовок и здесь что касается внешнего вида здесь уже все касается вашей фантазии как вы хотите чтобы выглядел я здесь вот у слова landing page а то да я вы видите там есть такая подложка такого бордового цвета то есть это делать не обязательно то есть это уже чисто как ваша работает фантазия вот но главное придерживаться палитре которую вы выбрали для своего лендинга мы с текстом еще не работали поэтому сейчас я вам покажу вот здесь есть буковка т кликаем по буковке т на зажимаем наш мышку вот так тянем как прямоугольник вот и смотрите как я сделал он у меня видите с края там прилеплен и здесь я веду чтобы появилась красная линия и отпускаю у прямоугольника текстового есть уникальность здесь помимо текста можно и заливку сделать и заливку картинкой точно так же как мы делали с вами просто прямоугольник вот и мой вам совет а если вы хотите размещать какой-то текст и там подразумевается под ним какая-то картинка небольшая то лучше это делать все в одном прямоугольнике так как это будет меньше кода и сайт соответственно будет легче то есть не дело так под каждую картинку свой прямоугольник под каждый текст свой прямоугольник хотя просто бывают такие ситуации что не получается так сделать на самом деле там много возни если вы делаете все в одном прямоугольнике то есть и картинка и текст но опять же здесь все зависит от опыта то есть когда вы набьете руку вы уже будете делать и понимать как можно сделать тем или иным способом да что было и красиво и понятно и при этом сайт был легким вставляем текст а значит выделяем его как сейчас я выделил и в принципе нам нужно его большой сделать ему размер вот здесь вот когда текст у нас выделен кнопка текста активирована здесь вот есть такой инструмент и это у нас 14 по умолчанию пикселей размер наших букв кликаем по стрелке и выбираем что-нибудь чтобы сделать его во всю ширину 36 если из предложенного списка нету нужной величины то вы можете прямо в окно кликнуть мышкой стереть и выставить свое значение и нажать enter так 40 это наверное много нам не нужно чтобы букву нас улазили на вторую строчку нам нужно постараться чтобы у нас слова вместилась в одну строчку во первых это некрасиво 36 ну в принципе можно еще выровнять это по центру так опять выделяем наш текст я раскрываю меню то есть у вас вы должны найти вот такой блок текста если у вас такого блока нет я вам напоминаю окно и здесь вы должны найти этот элемент вот видите текст и галочка стоит у меня то есть этот элемент у нас включен то есть помимо выравниваем вот по центру например наш текст сейчас выровнялся по центру помимо выравниваем да здесь можно выбрать шрифт ну а шрифтах мы поговорим у нас будет отдельный урок оставляем пока по умолчанию ариал очень сделали по центру ну и сразу давайте сделаем его как в демо здесь из палитры у меня идет цвет по умолчанию также цвет букв у нас черный выделяем часть текста который мы хотим для которого мы хотим поменять цвет так и значит когда вы выделили напротив рядом там где мы сами выбирали размер у нас стоит так аналогичные палитры только для нашего текста то есть аналогичная палитра как мы выбирали например заливку для браузера или для прямоугольника кликаем по цвету берем пипетку и выбираем цвет все наш цвет изменился дальше здесь у нас лендинг пэтч а тогда я если вы делаете подложку темного цвета как у меня вот от бордовая я здесь сделал белого цвета чтобы буквы были хорошо видны у нас из палитры белого цвета нет но как я вам уже говорил что белый цвет подходит к любому дизайну поэтому мы в нужных местах белый цвет используем также сейчас я выделил другую часть заголовка и выбираю просто белый так как сделать ему подложку просто выбираем опять прямоугольник двигаем его пока вот так и и опять же заливка делаем бордовый цвет что вы сейчас видите у нас как будто бы закрасились буквы на самом деле они не закрасились то есть новые объекты которые вы создаете прямоугольники там тексты они все автоматически как бы идут слоем сверху в программе adobe news очень легко можно эти слои менять местами смотрите у нас сейчас выбором прямоугольник мы кликаем вот на этот верхний инструмент выделение теперь мы кликаем по вот этому прямоугольнику правой кнопкой мыши вылезает контекстное меню и мы находим слово упорядочить вылезает еще одно контекстное меню и на задний план то есть у нас идет вот эта картинка с городом который мы с вами убрали прозрачность и сейчас я прямоугольник отправил на самый как бы назад и поэтому он у нас выглядит тоже таким блеклом потому что у нас же город прозрачный он просвечит все что находится за ним поэтому мы отменяем это действие то есть если вы что-то сделали не так эти действия легко отменить редактировать отменить вот видите первая строчка отменить и отменяем до тех пор пока у нас не возвратится первоначальное положение вот у нас сейчас все вернулось опять правой кнопкой мыши упорядочить но это чтобы вы знали до переложить назад то это значит совсем будет как бы первым слоем да а можно переложить как бы ну на один шаг назад то есть на один слой назад если вам неудобно пользоваться вот этим вот способом правой кнопкой мыши переложить назад то у каждого действия есть горячие клавиши на клавиатуре то есть вы выделяете этот прямоугольник на клавиатуре зажимаете клавишу control и квадратной скобкой левый я сейчас один раз клику и вы видите наш прямоугольник вот этот бордовый он переместился за наш текст а если я кликаю по правой скобке то действие обратное мы перекладываем вперед вот таким образом и сразу же делаем предпросмотр в браузере смотрим что у нас прямоугольник ровник осмотрелся здесь у нас где буквы я больше места здесь меньше и можно немножко его поднять вверх за край маркер немножко так оттягиваем и вот этот немножко подтягиваем вверх и опять смотрим вот уже лучше но я бы его еще немножко отправил наверх также можно и чтобы мышка не двигать а чтобы она ровно двигалась наверх то есть наш прямоугольник также он должен быть выделен и стрелками на клавиатуре если мы двигаем то по одному пикселю у нас начинает двигаться наш прямоугольник но я тут не советую вам вылазить за рамки вот верхней границы чтобы заголовок был у нас наверху лучше мы выделим текст опустим ее немного ниже и уже наш вот этот вот прямоугольник двигаем ниже еще один момент если вы зажмете shift на клавиатуре и будете двигать кликать по стрелке то двигается уже по 5 пикселей если мне не изменяет память вот принципе у нас заголов парк практически готов здесь он выглядит иначе потому что на весь текст наложен другой шрифт как я уже говорил о шрифтах мы поговорим позже пока оставляем орел остался последний нюанс который нужно сделать заголовком это находится также в настройках блока текст самом низу есть вот такая вот выпадающий список и по умолчанию на стоит п абзац это у нас п должно оставаться для каких-то предложений и вот видите если мы наводим мышку я не знаю опять же видео это будет видно нет здесь написано тег уровня абзаца для seo и расширенного доступа смотрите что это такое для заголовка если вы не знаете seo то есть это поисковая оптимизация для заголовка верхнего уровня то есть мы сейчас как раз и сделали этот заголовок да то есть самый верхний и самый главный мы должны вот здесь выпадающем списке выбрать заголовок h1 вот так вот выбрать и все и оставить его как есть то есть эта процедура вот делать один раз на странице и на странице на одной странице заголовок h1 мы больше не используем больно глубоко всего мы углубляться не будем представьте книгу когда вы открываете первую страницу идет какой-то жирный заголовок а потом много много текста и больше такой заголовок не встречается но могут встречаться под заголовки и для этого используется h2 и вот h2 можно использовать сколько угодно на странице то есть сколько у вас по заголовков столько и можно использовать h2 ну все у нас есть всего шесть по заголовках очень мы оставляем h1 визуально визуально это никак вы не увидите то здесь это никак не показывается это все прописывается в коде вообще вкратце как работает adobe news если вам интересно то что мы сейчас чуть-чуть подвинули текст вниз подровняли прямоугольничек это все казалось бы легко то есть да мы это все набросали оформили завернули отправили на хостинг все сайт готов но на самом деле каждый раз когда мы двигаем текст прямоугольник или какой-либо объект программа все это автоматически записывает в коде то есть по сути она пишет код раньше когда не было таких технологий не было таких программ люди программисты все писали представляете от руки то есть это все вручную очень сложно прописываются вот чтобы вы знали да и еще один момент который я хочу огласить смотрите вы поработали сайтом вы его там наполняли делали ну вот вы решили что на сегодня хватит и хотите продолжить завтра вам обязательно нужно проект сохранить как это делается ну при закрытии программы программа у вас сама спросит сохранить ли проект но все-таки я покажу как это сделать вручную файл сохранить сайт как если сохранить сайт как вылезет окно и спросит у вас где сохранить вы на компьютере у себя выбираете папку и сохранять ее там где вам нужно и следующий раз вы можете просто также открыть программу если вы кликните новый сайта файл и у вас тут будет открыть сайт вот верхний открыть сайт в программе adobe news может быть открыто неограниченное количество сайтов если это нужно как сейчас у меня вот у меня открыт тестовый чтобы я подглядывал как шпаргал куда и открыт сайт который мы делаем вместе с вами на этом все увидимся в следующем уроке